привет всем я захотела взбодриться после новогодних праздников и вспомнила что у меня есть такая бобинка с таким интересным цветом в общем захотелось мне красок в эту серую погоду и это видео хочу записать надеюсь что будет оно полезно для зрителей как я подготавливаю бобинную пряжу к вязанию хочу забежать немножечко вперед рассказать планы когда я вот вспомнила про эту пряжу это слонемского комбината пряжа вот честно сказать не знаю что это тут что то есть какие-то артикли но я не понимаю тут нет никакая полушерстяная вроде бы как по по самой пряжи вот как я уже вязала она такая достаточно тонко скорее всего что это полушерстяная ну или этом 30 шерсти и 70 акрила и сразу я подумала что я буду писать что-то под леопард с белым наверное сочетать потом а потом хоть это скажем так не классическое сочетание цветов для леопарда но как я говорю мы с вами дизайнеры мы с вами творческие люди и наше дело скажем так и какие цвета мы будем сочетать но потом я вспомнила что я делала в прошлом году рисовала в своей программе книг стайлер интересный узор я вам его покажу это пепита его часто путают с куриной лапы или гусиной кто как вот называют он тоже очень популярны на пике популярности сейчас тоже и я думаю что это будет тоже прикольно связать или что-то такое вот с этим узором но перейдем я тут устроила такую мастерскую себя на кухне в по поводу как подготовить эту бобинную пряжу раньше давным-давно я когда только дорвалась до этих бобин я брала одну вот эту ниточку и перематывала на конус намоталочку но на клубок в клубок перематывала и это было достаточно как это трудозатратно да такая такой процесс ну и я искала решение этого вопроса как же облегчить как же быстрее перемотать эту бобинную пряжу и вот мне некоторые моменты пробовала которые были в интернете и сейчас покажу свой самый как бы удобный способ вот у меня целая бобинка я значит не буду мотать обычно же мы вяжем вот если у нас тоненькая ниточка мы обычно вяжем или ну в два сложения да если это жаккард очень удобно в 3 в 4 но может быть и больше но самое удобное это когда у меня идет перемотка в две нити и и что же я делаю вот мне надо освободить вот этот конус он такой картонный бумажно-картонный мне нужно вот эту часть вот эту серединочку чтобы достать вторую нить освободить от этого конуса вот так его нет но не достать и я придумала такой вариант как намочить вот у меня махровая такая тряпочка я смачиваю очень обильно эту и засовываю вот туда желательно конечно не мочить саму пряжу вытру капельки и до основания вот так вот чтобы очень очень хорошо пропиталась полотенце вот и мы должны подождать какое-то время чтобы хорошенечко хорошенечко пропиталась это картонка водой вот она у меня вот так вот там лежит эта тряпочка намоченная нужно ее продеть вот так вот пока она мокнет я поделюсь своими творческими планами опять же я вот все думаю этот про творческий процесс который у меня будет происходить дальше с этой пряжей что я хотела бы сделать я хотела бы сделать конечно как обычно какой-то комплект чтобы это было ну вот прям вот найти не просто отдельная какая-то кофта или брюки там штаны то чтобы это прям вот взял ты и сразу вот полностью оделся и пошел красивый вот поэтому я хочу какую-то тунику сделать потом я хочу топ конечно сделать и брюки эти пряжи много вот чем я люблю пряжу на бобинах и вообще очень люблю слонинскую пряжу потому что я не боюсь как я уже говорила ее испортить она недорогая но хорошего качества и вот ты купил бобину и ты можешь просто из бобины с этой сделать ну все что угодно вот такие вот творческие у меня планы но и вот смотрите у нас уже отстает верхний слой вот этой картонки он как бы состоит вот этот эта картонка из нескольких слоев поэтому она такая очень прочная и толстая и вот так вот я беру и по по слоям достаю эту картонку и когда я дохожу до сухого места я опять беру смачиваю вот она у меня там стало ведь и я беру опять смачиваю свою тряпочку и опять туда отправляем и вот так вот полностью я уберу вот эту картонку вот спасибо большое что вы мне пишете оставляйте реакцию на мои видео подписывайтесь ставите лайки мне очень приятно я чувствую что в этом так сказать мире я не одна что нас много таких и творческих что вам очень нравится очень я люблю когда я нахожу отзыв на свои изделия отзыв в плане что ну вам тоже это нравится то что я делаю потому что ну скажем так у меня вкус такой наверное может быть для некоторых и такой странноватый может быть своеобразный не классический подход к вязанию то есть у меня нет таких я не люблю эти классические это скучно для меня вязать очередную там кофту какую-то там я хочу что-нибудь такое приукрасить чтобы на самом деле ты когда вышел свет и видно было что это ну что-то оригинальное что такое такое не как у всех вот также хочу поделиться планом по поводу дальнейших видео моих этом я то что буду делать я надеюсь что у меня все получится я тоже вам все покажу расскажу но еще конечно хочу сделать видео про двухфонтурный жаккарт что касается двухфонтурного жаккарта то конечно в электронной машине намного проще это все чем перфокарточной чем вот плюс конечно электронной машины что там не нужно раскладывать сам рисунок на вот для двухфонтурного жаккарта как вот вы знаете что в перфокартах нужно выбивать определенную вот это вот перфокарту для именно для двухфонтур но что я хочу сказать у меня нет жаккартовой каретки еще пока не знаю будет ли она когда-нибудь или я остановлюсь на том что у меня сейчас и у меня нет сменника цветов тоже вот я вязала этот вот топ гуччи который уже есть у меня на канале там я вязала его с протяжками однофонтурный получается это жаккарт но мне очень нравится вязать однофонтурным жаккартом только что тут идут вот эти протяжки что касается двухфонтурного возможно что с жаккартовой каретка она получается получше но вот я ничего то не могу еще пока вот привыкнуть к этому переплетению к этой толщине этого этого вязаного рисунка узора в общем вот как то так но у нас уже подходит все к концу я оставлю пока что еще конечно не буду спешить тут и оставлю на пару минут чтобы очень хорошо промокла вся картонка и вернусь к вам уже думаю что будет все готово и мы достанем этот хвостик вот еще один нюанс такой серьезный когда у нас уже сжимается эта картонка мы должны не потерять вот эту серединку потому что бабинка тоже сжимается и какую-то палочку может быть круглую продеть чтобы вот эта серединка осталась чтобы мы ее не потеряли потом вот это нюанс бывает по разному но вот желательно конечно чтобы серединку мы не потеряли еще я кстати видела когда вот так вот выдвигают бобину вот так берут как-то выдвигает но я пробовал что-то у меня так не сильно получалось поэтому я остановилась на этом способе мне он ну то есть я все бабы на себе так вот ну вот я вообще там все достала и как вы понимаете что сейчас середины нам будет сложновато найти эту нить и поэтому нам нужно немножко пожертвовать нашей ниткой но не то чтобы пожертвовать там ничего с ней не произойдет мы просто вытянем серединочку из этой бобинки просто у нас будет две бобины одна маленькая вторая побольше и только так мы найдем вот эту вот серединку вот и получается что вот у нас серединка мы нашли ее мы можем спокойно достать вот эту линейку она на той бобине вот все вот эта серединка можно может быть у кого-то будет получаться меньше но вот это вот у нас тоже пойдет скажем так работу мы просто будем ее но потом уже когда-нибудь перематывать когда нам нужно будет это пряжа и и можно надеть на какой-то там конус или ну оставить на этой линейке или на это но вот главное что мы вот достали к кому вот скажем так жалко можете сразу начинать перематывать вот с этой бобины то есть она у нас никуда не пропадет так где-то она у нас кончик и а я ее не оборвала то есть ну вот я обрываю эту нить это у меня остается отдельно и вот у меня целая бобинка и два хвостика которые у меня внутри было и снаружи вот все у нас два хвостика есть ну вот это такой вот мой способ я вот лучшего способа и не нашла пока для себя но мне удобно принципе я нитку не теряю никакой у меня все получается ну как бы аккуратно как я говорю здесь у нас тоже остается вот этот хвостик и мы просто отсюда перематываем можно там поковыряться может быть найти тот хвостик серединке тоже перемотать вот и еще хочу показать как я наматываю на на перематываю эту бобинную пряжу на конус конусы очень удобно если много мотаешь очень удобно иметь чтобы все вся пряжа стояла на конусах и я делаю их из картона вот я люблю обычно белые но вот я не нашла у меня малыш дал желтенький и вот такой вот большой я сразу разрезаю его напополам раньше я как бы рисовал от руки а потом вообще я беру картон из колготок там такой достаточно он плотный который вот внутри колгот идет приблизительно я прикидываю так приблизительно я прикидываю сколько мне тут чтобы не с большим запасом оборачиваю чуть-чуть оставляю лишнее могу срезать могу не срезать но это уже так и делаю делаю немножечко так как у нас конус у меня вот конус чуть-чуть уходит поуже здесь толще здесь поуже я чуть-чуть тоже делал вот такие вот закругления ну тоже на глаз сейчас все делаю на глаз и здесь тоже у углы немножко подрезать делать вот такой вот вот чуть-чуть скучный край и здесь серединочку потом если что если что-то не не получится можно подровнять хвостик можно оставлять побольше вот так вот если я плотный картон то вот лучше вот так об стол об стол его вот так согнуть красиво чтобы он не переламывался и вот я подготовила скотч тот который у меня был так и прямо на прямо на бобинку прямо на вот этой моталочки я его закрепляю вот так вот вот так вот у меня конус получился но если мне вот это вот не нравится вот конус у меня вот так получился раньше я его клеила скотч конечно это большое изобретение человечества для красоты вот и сейчас я буду перематывать свою пряжу для нового проекта так мы берем я обычно ставлю на пол бобинку ну тут уже я думаю справятся все первые два таких круга обвитие я делаю поплотнее чтобы зафиксировать сам конус на моталке ну а дальше вот так вот ну и конечно лучше поставить бобину на пол ну а у меня же мишелька бегает тут опасное дело у меня уже когда собачкой и все и вот так вот я мотаю сразу две нитки мне раньше писали по поводу обработки пряжи парафином скажу что точно не нужно обрабатывать парафином вот эту пряжу слонемскую именно она очень хорошо вяжет и без обработки ну вот я уже намотала два моточка вот таких вот очень красиво получается и еще хочу показать один лайфхак как не потерять вот эту закрепить ниточку когда мы снимаем с моталки я здесь делаю вот такой вот надрезик на самой картонной на картонном конусе и вот эта ниточка просто отправляется вот сюда вот так можно сделать узелочек чтобы она лучше крепилась вся конструкция вот и как я уже говорила мне очень нравятся вот эти конусы они вот так вот длинноватые но вот так вот их ставишь лучше наоборот вот 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 ставить что-то и вот они вот так вот ровненько стоят и вот это моя бабинка вот так она очень аккуратно все выглядит видите мы вроде бы достали как бы относительно много да потому что тонкая пряжа и тоже один лайфхак обычно теряешь эту нить я говорю скотч это наше все просто я беру две эти ниточки и вот так вот закрепляю скотч чтобы видно где у меня вот этот вот конец нити остался ну и что же я делать буду вот с этой штукой хочу сказать что у меня бывает и аккуратнее все это происходило но как многие некоторые пишут видео знаю что иногда идет все не по плаву не все так как оно должно быть ну вот оно немножко скажу честно не аккуратно получилось обычно у меня более аккуратно ну в общем сойдет и так можно еще вытянуть и будет тоже у нас две два моточка таких из которых тоже мы найдем еще одну нить и будем перематывать там в одно или два сложения как нам удобно но пока я ничего делать не буду я тоже возьму вот этот вот маркер так сказать и сделаю из вот кончика нити приклею сюда скотч вот так его завернул хвостик чтобы я отчетливо вижу видела где мой хвостик и просто положу в пакетик ну чтобы он не лежал аккуратно и все и он будет у меня лежать до каких-нибудь времен я не знаю до каких времен может быть я к нему вообще не вернусь никогда остановлюсь на том что у меня есть целая бобина вот такое видео у меня сегодня получилось спасибо что вы были со мной подписывайтесь на мой канал ставите лайки комментируйте хочу пожелать крепкого здоровья и отличного настроения пока пока